Здарова, натуралы! Сегодня у нас будет третий выпуск Муравьиного Микса. Рубрика не частая, но периодически имеет место быть. Сегодня я расскажу, что произошло с моей коллекцией за зиму, и как она выглядит сейчас. А также в конце затрону тему моих планов на будущее и на канал. Перед началом видео подпишитесь на мой телеграм-канал. Там не только можно купить разнообразные виды муравьёв со всего мира, от мясных до листорезов. А также там в первую очередь выходят все новости обо мне и моём творчестве. Погнали! Относительно недавно, а именно три месяца назад, была последняя сводка о моей коллекции. Но за это время успело поменяться почти всё. К новым владельцам отправились такие виды, как Плагиолепис Элауди, Кампонотус Атрицепс, Кампонотус Фетченкой и Афиногастер Гибоса. Теперь моя коллекция состоит всего из пяти видов, и скорее всего, скоро сократится ещё как минимум наполовину. Давайте проведём краткий экскурс по остаткам некогда великой коллекции. Вот оно, моё мирмекиперское убежище. Старая колхозная полка, обмотанная скотчем и термошнуром. Некрасиво, зато практично. Сначала покажу вам Кампонотус Макулатус Субнодус в новом фармикарии, которых я уже продал. Почти полгода они жили в старом добром пробирочном инкубаторе от AntNest, а в конце февраля переехали в крупный фармикарий от того же производителя. Вся семья занимает только одну среднюю камеру, но учитывая количество расплода, думаю, это скоро изменится. Хотя, по моим наблюдениям, в последнее время муравьи чуть замедлили темпы развития. Состав примерно такой, каким был в начале зимы, хотя новые рабочие стабильно появляются. Странно всё это, ну и ладно. Сейчас весна, в любом случае пойдут в активный рост. На данный момент этот вид представляет для меня крайне скудный интерес. Поэтому спустя буквально пару недель после переселения, было принято резкое решение продать эту семью. Были на них планы, но... как же всё может быстро меняться? Теперь поговорим о Афиногастер Синелис. Все мои прогнозы касаемо этой семьи сбылись. К концу февраля мне получилось полностью стабилизировать и нормализировать эту семью. Сейчас они активно развиваются, потребляют белок в огромных количествах. И скоро состав семьи перевалит за 50 рабочих. Уже начинает проклёвываться интересная Афиногастеровская охота. Да и муравьи в принципе стали намного более активными. Это одна из немногих семей, которую мне действительно хочется оставить. Очень занятные и интересные мураши. У Афинчика всё меняется максимально быстро и кардинально. На момент начала съёмок этого видео их было от силы штук 25. А на момент озвучки уже все штук 40. Как только они перерастут, этот инкубатор планирую заселить их в какой-нибудь офигенский фармикарий в природном стиле. Но этим я займусь ближе к лету. Несу в студию фармикарий с Иридомирмикс Ансепс. Эти муравьи мне сейчас нравятся, наверное, больше всех. После выхода ролика про них пошли в бурный рост. И сейчас состав семьи уже порядка тысячи рабочих. Муравьи очень радуют интересной охотой, быстрыми темпами развития, а также тем, что перестали активно убегать. Кроме состава, за это время увеличилось количество мусора на арене, который мне тупо стрёмно убирать, потому что муравьи начинают десятками цепляться за кисточку и пинцет. Расплода стало настолько много, что муравьи периодически выносят его на арену. И я стабильно рядом с мусором наблюдаю такие огромные красивые кучи расплода. Это вид, о котором я сейчас очень сомневаюсь. Думаю переселить их чуть позже в новый фармикарий. А потом посмотрим, что с ними делать. Изначально я думал продать анцепса и оставить пурпуреуса, который сейчас находится у меня в наличии. Но касаемо этого вида планы тоже изменились. И сейчас я больше склоняюсь к оставлению анцепса. Уже несу компонотус сингулярис. Муравьи декорация, которые недавно хоть немного пошли в развитие. И показали первые в этом году яйца. Несмотря на скудное поведение данного вида, эту семейку я всё же думаю оставить. Скоро для них приедет огромный красивый фармикарий. Где они станут очень хорошим украшением моей вскоре совсем маленькой коллекции. Современный фармикарий очень сильно засрат, но вроде пока что живут. Кроме этого, я не знаю, что ещё можно о них рассказать. Ведь с момента декабрьского видео не изменилось ровным счётом ничего. Кроме большей засратости фармикария. И на закуску мирмикария Наталенсис. Последний вид моей коллекции и своеобразная легенда канала. Почти год назад они подняли нехилый ажиотаж своим появлением на канале. Ведь тогда это была абсолютная новинка на рынке. И абсолютная новинка для меня. Про судьбу той семейки мало кто знает. Но, к сожалению, самка погибла по непонятным причинам. Тогда я ещё не сразу умел распознавать проблемные семьи. И эта самочка с одним рабочим как раз таки была такой. И в принципе имела мало шансов на поднятие. Тогда эти муравьи оказали на меня положительный эффект удивления. Сейчас такого эффекта нет. А эта семья мне вообще досталась подарком. Они должны были приехать составом 1.20. Но в дороге пробирку подтопило и доехали всего 3 рабочих. Сейчас муравьи стабилизируются. И на момент озвучки видео у них уже есть первые куколки. А также огромная гора расплода не может не радовать. Конечно, от яйца до куколки за 3 месяца для мермикарии это, мягко говоря, так себе. Но, можно сказать, мне уже почти получилось полностью стабилизировать эту семью. Этот вид я себе точно не оставлю. Ну, не зацепили от слова совсем. Планирую полностью стабилизировать эту семью, а затем продать через свой телеграм-канал. С муравьями мы закончили. Как бы это парадоксально не звучало, у меня в продаже есть намного более интересные виды, чем на личном содержании. Такие, как мадагаскарские гиганты Афиногастер с вамердами или те же мясные муравьи. Для себя я, наверное, оставлю только Синелиса, Сингуляриса и, возможно, Анцепса. И то не факт, но больше трёх видов на данный момент я содержать не хочу, из-за недостатка места и времени. Муравьи уже не вызывают у меня таких эмоций, как было ещё буквально полтора года назад. Сейчас хочу оставить эти три семьи и нормально их развивать. На Ютуб я тоже мальца подзабил. В первую очередь это связано с катастрофическим недостатком времени, а также мотивацией и идей для видео. Через мои руки всё также регулярно проходят довольно неплохие виды муравьёв, но делать однотипные обзоры я не хочу, а на полноценные качественные видео сейчас просто не хватает материала. Я не буду ныть и рассказывать, как мне плохо, а также полностью уходить с Ютуба я не планирую. Хоть с какой-то периодичностью, но видео выходить здесь будут. О возможных сокращениях публикуемого контента в пользу его качества я говорил ещё осенью. И вот время пришло. По поводу точного графика сказать ничего не могу, но точно могу утверждать, что от одного до двух видео в месяц вы всё-таки видеть будете. Основная информация сейчас будет у меня в Телеграм-канале, где в отличии от Ютуба, контент всё также продолжает регулярно выходить. Так что крайне рекомендую подписаться туда. Надеюсь, вы меня выслушали и правильно поняли. На сегодня всё. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok